Привет, народ! Доброе утро! Ну что, я уже проснулся, а это тряпочная Виндра Тандатра. Давай, давай, говорит, полежи, сейчас я сегодня первый пойду. Посмотрите, он спит, елки-палки, спит! Погоди, стой, люди спят не так, люди спят вот так. А я уже не сплю. Я уже три раза стукнул. Нет, нет, что вы, профсоюз Мишек, не возмущайтесь, я его вот так стукнул. Вставай, вставай! Вы ему верите? Да. Стой, давай! Вот о чем я. Там дождик моросит, а он говорит, нет, там дождь, я не пойду копать. Ребята, он не хочет вам ничего показывать, просто ничего не хочет искать. Я не знаю, как с ним быть. Давайте, ставьте лайк, кто против, чтобы казнить Мишку. И дизлайк ставьте, чтобы Мишку казнить. Ну и в комментариях напишите, как. Я нифига не понял. Ну, наверное, это что-то такое здоровское сказал. Да, тебе понравится. Ну вот, ребят, ходим на месте деревни, которая исчезла, наверное, где-то. Ну, на Менда ее уже нету. На ПГМе она есть еще. Да, где-то тут. На Менда ее уже нету. Копаю все металлы. И... Ну, вот опять... Квадратный кованый гвоздик. Но это спад ковы, скорее всего. Вот какой-то интересный сигнальчик. Вот здесь он. Странно. Поинтер мне не ругается совсем. Опа! Ну что, ребят, вот и первая моя стоящая находка. Это крестик. Крестик целый. Большой. Хороший крест. Шикарно. Шикарно. Крестик медный. Вот такой вот. Вот такой вот крестик. Надо чистить. Ну вот, ребят, еще один кованый гвоздь. Повторюсь, я копаю на всех металлах для того, чтобы понимать, где же все-таки находится... Вот Мишка пряжку от ремня медную нашел. Где же все-таки находится деревня? Эпицентр ее. Где он находился когда-то? вот... вот, опять... кусок колонного гуздика. Вот, ребят, смотрите, что откопал. Ну вот, опять.... кусок колонного гузденька. лопату лопата какая интересная старая до раньше умели строить лопаты кусок чугунка или сковороды что такое значит где-то мы рядом вот ребят пуля пули 565 или 556 556 лр мелкашка просто народе пуля от мелкашки все ребят на улице полил дождь и мы прячемся вездеход будем пережидать о какой гвоздик нашу подковы лучше ребят вот мы приехали в другое место переехали очень много домовых ям вот все было большая деревня на этом месте вот даже остаток советского прошлого какой то есть не знаем что этот туалет что ли был мы же для председателя до мы же вот везде кирпичи плодовые деревья стоят была большая деревня ну собственно сама деревня есть еще но это вот продолжение было деревья где уже давно никто не живет попробуем покопать тут на накрапывает маленький дождик вот у нас индикатор дождя мы берем так дворничком стираем зажигание включи дворничком так стираем раз-раз-раз и смотрим накапывает или нет дэус это приятно ребятки это сила вот разве только в этом плане это сила конкретная как накачивается полтора килограмма махать а тут 700 грамм страны это намного лучше чем просто просеивать через сито землю ну тоже все погнали ну что ребят вот такая вот погода сидим уже час и дождь не прекращается принимаем волевое решение ну все нафиг едем домой до тяжело решать но придется алан шучу на самом деле мы сейчас поедем на на деревню посмотрим один заброшенный дом полазим поползаем там есть чердак есть подвал покопаемся может что найдем будет такое разнообразие раз уж погода нам не дает разгуляться поехали нет-нет-нет людмила возьми 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 у нас есть еще это вишни в шоколаде все аккуратно это погнали смотрите ай Ну все, косой удрал. Жопа белая еще. Так, ребятки, смотри, все прогнило, страшно. Мишка страшен у нас. Вот DJY, кладоискатель, он бы сюда залез, растрепал бы здесь все. Да, Игорь? Напиши в комментарии, залез бы ты сюда или нет. Мне кажется, в легкую вот здесь забрался. Здесь полы выпилили, да. Полы выпилили, а вот здесь-то пошукать можно было бы. Так, ну что ж, продолжим поиски. Я взял новую батарейку. Пойдем вон сюда, пока нам не очень-то везет. Сейчас попробуем вот этот плацдарм. Так, ребята. Пока вот я копался, рискуя жизнью, Мишка нашел две копейки, стоя на подоконнике, разглядывая, как меня потолком завалит в ожидании. Даже камеру не взял для такого случая. Вот это бы поддеть. Там что-то видит? Позвенил? Ну, металл звенит. Хотя не, могу. По доске-то я не знаю. Вот по этой-то? Да. А что, она нормальная доска. Вот здесь сейчас, подожди. Не, вот хорошая половая доска. Что? Тут печка, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Печурка-то капец старая какая репрессии и компрессии Субтитры добавил DimaTorzok Вот, ребята, здесь звенит все и в то же время ничего Я говорю, где тут старый патефон? Что за пистолетная гильза? Нет, какая-то с пластиком, видишь? Ага Что за пистолетная гильза? Ну что ж, ребята, ничего мы не нашли! А больше искать не будем, наверное Потому что погода несколько дней такая будет И скорее всего мы поедем домой уже Сейчас травы нет, копай-докопай А копать никак Сейчас я буду гладить ближе мне Будешь дальше по забору Ну вот-ка, е-мать-то! Ну вот-ка, е-мать-то! Ну вот-ка, е-мать-то! Ну вот-ка, е-мать-то! Ну вот так, нормально! Ну должна, сейчас попробую Там раскишка Давай не спроси, мы все поедем Я Юру там попросил, я рюкзак у него забыл Он сейчас туда-сюда съездит, привезет, хорошо? Потому что я обратно через карьер не проеду туда к вам Через карьер там, да Я сюда заехал, ну прямо рядом еле-еле Я больше скажу, что до карьеры не доедешь Че? До карьеры тоже не доедешь Ну, проехал С прицепом давай, тяжело Вот Ну а вы куда гоняли? Мы так, катаемся, что копали елки-палки, монеты искали есть Вот такой домик, ребят Сейчас зайдем посмотрим Что там есть Что там есть, да Бобру пожаловать Да не говори, бобру пожаловать Так И где у нас выход на чердак? Вот это что ли? О! Так, ребятки Так Ну вот монета 15 копеек 15 копеек, ребят 52-й год Сохран обалденный просто Вот почему чердачный поиск Имеет место быть Сохран просто Ну, сами посмотрите Вот Что за сохран? Это, конечно, что-то Ну, вот так вот, ребят Вношу я только 15 копеек пару В этих Такой веретенок И утюжок Паяльник Мерный А Мишка вон там вон бродит, что-то Под дождем ищет Посмотрим, что найдет Пока Пробки и фольга Вот Мишка проводит стажировку Папку учит копать Ну что, ребят, надо Прискупаться перед отъездом домой Чтобы колесики чистенькие были Ну, которой М Ecuador Потому что Можем Можем Ник вон Можем Уго ook Там крутой выезд Вот здесь мешает Во, ребята, Викторович летит У него тоже вездеход Не хухры-мухры вам Вот это трактор Вот это тема Опа Опа, парктроники врубил, припарковался Перегазовочка, остановочка, все Викторович, ну ты как ракета прямо Да? Ну? Давай, ты не уходишь Так мы еще в пруд заехали, искупались В пруд еще заехали, помыли колеса Ну вот, ребят, как говорится, приехать сюда это еще полбеды Отсюда нужно еще уехать Чем мы сейчас и займемся Я же говорил А до ближайшей бензоколонки отсюда километров, наверное, 40 А, нет, не кончился, смотри-ка, работает А, давай Вот, ребят Нашли мы удачное место для разворота В этой замечательной кисельной жиже Деревенской Это вам не шерп тут думать надо Деревенской Надо тут думать ничего Надо ехать Худжик, трудяга Ребята, вот такие здесь грустные дома стоят Потихонечку все разваливается Где еще живут Поддерживают их Топят Крыши ремонтируют Жизни есть А вот Куда не приезжают Дома потихоньку разбирают На доски На шифер снимают И дома умирают Ну что ж, ребята, и завершаем мы наш ансамбль Вальсом бараньей ноги У нас бараньи ребра, но все равно Будет вальс Мы очень любим этот танец То есть Мишка вообще жрать любит всегда Мы же заметили это уже все А Нерасим Васильевич очень любит готовить У нас Да Просто больше некому Он не очень любит готовить Готовить не очень люблю А есть очень любит Здесь мы дополняем друг друга Нифига Просто если он что-нибудь готовит Это есть нельзя будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребята, вот и готово наш шашлык Из бараньих ребр Всего 15 минут И в походных условиях У нас прекрасное вкусное блюдо Я сбегал, тоже принес добычу Если вам понравилось, вы хотите получить такой же гриль К себе На вооружение Ссылочка и телефон внизу Под роликом Звоните Пишите Скажите, что вы с канала Герасим Шерпа Получите хорошую скидку Приятного аппетита Так, ребята, Мишка тут раскупорил Улей С дохлыми пчелами Нет, это у меня просто запас меда лежит А где пчелы? Пчелы в других ящиках А это у меня, ребята, запас меда на весну Ладно, ладно, шучу Здесь были пчелы У Виктора Мои пчелы в другом месте Викторич сказал, что в этом улью Эту улью у него выбили осы И вытащили весь мед Но он посмотрел не все рамки Он немного поленился А я не поленился посмотреть остальные рамки Посмотрите, что я здесь, ребята, нашел Вот это все я не могу поднять Все это неподъемное О, медок Это мы будем сегодня есть Медок Так вот Пальцы вкусные стали Как такими пальцами за телефон схватиться Я не понимаю Ну все, ребят, мы выбираемся Покушали вкусно Выбираемся из деревни Сейчас будет такая еще Жупенькая дорога Шерп нам на асфальте присоединится Уже к Мишке сейчас на шерпе поедет А я поеду Вот по этой Чудо-штрассе А если что, была бы сильно плохая дорога То Шерпом бы поддернули Ничего страшного Не раз так уж делали Шерп на привязь его берет И Так парочкой едем Мы с Тамарочкой ездим парочкой Оооо Кишмиш Ну все, вот асфальт Тут в принципе Дорога-то Такая Не такая страшная Пустым прицепом нормально выезжаем А вон ушла машина Ушла машина Вот такие погоды Нас ребята дома встречают Что ж Я считаю, что разведка у нас Удалась Можно Применять боевых действий Ну че, Мишанька, добежишь тут? Да, тут не осталось ерунда А тут ему километр пробежаться А не, шутим-шутим Сдадим куда надо Довезут меня до моего тарандаса И поедут домой Вот, а вам всего хорошего И до новых встреч Пока-пока Все дорого, всем не слева Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось, ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать Следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний новый ролик И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан Обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо Пока